Участник воскресного шествия, 18-летний студент Харьковской академии городского хозяйства Николай Мельничук после теракта попал в больницу с многочисленными разрывами внутренних органов. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но сердце парня остановилось сегодня утром. Могу сказать одно, что он действительно был любящим человеком. Он очень любил жизнь и все время, когда заходил в университет, улыбался и говорил, как хорошо, что я поступил сюда. Я знаю только одно, что он гордился своей страной и был настоящим патриотом. Скорбят и учащийся специализированной школы номер 11. Здесь учился 15-летний Данил Дидик, участник шествия, который скончался в больнице накануне. Один из пострадавших в теракте возле дворца спорта из больницы скорой помощи уже выписался. Сейчас в медучреждениях города остаются 8 человек. Состояние пациентов стабильное, угрозы жизни нет. Среди них двое несовершеннолетних. У нас есть информация о том, что все семьи абсолютно благополучные. Все дети находились там самостоятельно, без взрослых. Родители были уверены в том, что дети пошли гулять. То есть никакой информации о том, что они собираются участвовать в каких-либо мероприятиях, семьи не имели. И, конечно, ответственность за их безопасность несут родители. Вместе с тем в обл. администрации говорят, что инициаторов проведения акции предупреждали о сложностях, связанных с охраной этой территории. Извиняюсь, обнюханы были все урны. То, что оказалось под снегом и под всей этой ситуацией, безусловно, это проблема. Я считаю, что любые организаторы массовых акций также должны быть ответственны за те действия. Ситуация непростая в стране. Есть военный конфликт. Завтра у памятника Шевченко попрощаются с активистом Евромайдана Игорем Долмачевым. Сегодня у монумента к Абзарю прошла панихида по всем жертвам теракта на маршала Жукова. Марина Ступак и Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».